Мы слышим заключительные слова, которые для нас должны быть, ну, вожеленные. Верия, вера твоя, буди тебе по твоему желанию. И сняли ее дочь в тот час. Вот, братья и сестры, мы каждый год слышим это чтение. И, наверное, каждый год даже, ну, с таким, с трудностью обращаемся к этому. Но если мы посмотрим на нашу жизнь и на нашу духовную жизнь, то, я думаю, у всех у нас есть момент или проблема неуслышанной молитвы. Неуслышанной молитвы. Чтат, вот это, конечно, не в полную меру у вас касается, но многие люди, вот в моем маленьком опыте, вот об этом спотыкаются. И они оставляют молитву церковь Бога. Бог не услышал, и значит, это бесполезно. Или это приводит к неверию. Но мы видим здесь совсем другое, как бы, для нас урок. Мы видим, что эта женщина, она непрестанно, непреклонна в своем обращении, и ничего ей не мешает. То есть, то самое, я бы сказал, болезненное для нас, когда нас унижают или отвергают те, от которых мы ожидаем великодушия или понимания. И она все это смогла превозмочь, потому что она видела свою цель. И она прибыла, верна в своей молитве, верна в своей вере, в то, что этот человек, особый человек, который может ее избавить от этой напасти, от этого жуткого состояния ее дочери. Так что мы, братья и сестры, можем и должны видеть здесь урок смирения. Вот этим мы должны всякую молитву, слове обращать к Богу. В первую очередь со смирением. А у нас его очень мало. Если кому-либо из нас высказали, что ты собака, ну кто бы это смог поместить? Кто бы поместить? Каждый бы. Даже если не показал, но обидусь. А мы видим тут, что ничего не должно нас помочь. Вот это смирение. И можно просто упомянуть, святые отцы говорят о том, что если мы понесем обиду, если мы не поучаствуем в обиде другого, то мы кладем свою душу за ближнего. А больше любви нету. Поэтому мы должны стараться, стремиться к тому, чтобы побеждать. Но мы говорим сейчас о молитве, о том, как не приходить в тупик молитвы и оставаться верным своему намерению. Поэтому в первую очередь должно быть смирение, а второе должно быть упорство, должно быть усилие, должно быть намерение не прекращать. И эти оба начала, и смирение, и непрекращаемая молитва зиждутся на вере. Должна быть вера. И поэтому, если мы то или другое начинаем сомневаться в них, попускать, то и, конечно, вера будет наша крушиться. И поэтому, доверяя, любя, веря в Богу, мы делаем то, что мы можем, молимся, и мы ждем его. Мы ждем. Мы не знаем сроков Господней, мы не знаем его мысли о нас. Мои мысли, говорит Господь, не твои мысли. И мои действия не твои действия. Они стоят, как небо от земли. Они развятся. И поэтому наши сыновья, дочери, и дело, непреклонно пребывать в вере. Пребывать в вере и надежде. И Господь, мы знаем, что слышит. Но мы знаем, что Он слышит не так, как мы слышим. Что Он видит не так, как мы видим. И что наше дело, вот, чад Божий, а Его дело Божие. И совсем это разные вещи. Мы не можем остановиться в Его положении и решать за Него, что и как, когда для нас должно быть. Так что будем об этом помнить сегодня. Вот, когда мы слышим о несении Христа, эти возможности со временем перед нами предстыть. Непрестанная и неуголкаемая молитва и вера в том, что Господь услышит, это и есть тоже несение Христа. Это и есть то, что может нам, вот, может доказывать, свидетельствовать о том, что мы верим, что душа на первом месте. Что мы верим. И значит, мы не разрешаем ничему ощутить, вот, вредить нашей душе ни таким помыслом, ни унынием, ни тому, чтобы прекращать свое моление. Вот, другое, что мы должны подчеркнуть из этого чтения, и я думаю, это очевидно, что сопереживание с ребенком, с чадом, с ближним, отрежествляет человека с этим. Помилуй меня. Дочь приснуется, она просит именно за себя, чтобы ее помиловали, потому что она настолько, вот, прониклась любовью к своей дочке, что она не разделяет ее страдания и болезни от себя. Вот, и еще я хотел, вот, сказать о том, что, вот, отношение к тем, которые вне цепи. Господь наш, Он Господь всех людей. И поэтому мы должны всегда себя останавливать, уберечь перед тем, что мы охраняем свою веру, и верны к ней, и исповедуем по-православному. Поэтому мы должны ко всем людям относиться так, как вот Господь относится. Он дождит на злых и на добрых. Он никого не лишает своего благословения, своей благодати. И что Он хочет не, чтобы погибл человек, но чтобы Он обратился и спасен. Поэтому мы тоже должны так ко всему, что мы видим, что вне нас, ну, уж не говоря о том, что внутри цепи, но вне нас тоже относиться с большим пониманием, снисхождением к любовью, к Божьему. И вот те страдания, которые мы несем, как люди, или наше общество несет, или наша церковь несет, это страдания Христовы. Он пострадал от кого? От тех, которые Его окружали, тех, которые Его отвергли. И также сегодня, в тех, которые не в церкви, они часто те, которые нас гонят, отвергают церкви, не понимают. И мы должны, вот, как апостол Павел в этих чтениях Христу посвященных говорил, «Никто не докучай меня, я ношу язву Христовы на теле мою». Вот церковь несет эти язвы, Христос нес, и мы должны нести. Это мы свидетельствуем, нашу надежность Христу, церкви, и наше желание, как тоже апостол Павел сегодня нам в чтении говорил, что не я живу, а живет во мне Христос, ибо я распялся миром. Вот, и мир мне распялся. Вот, так что будем, братья и сестры, внесение Христа, обидеть воплощение во всех наших, и в ангельских добродетельных поступках, что мы должны, вот, не отвлеченно, а во всех действиях, вот, внести свой Христ. И в наших личных молитвах, и в нашем общественном служении, и в нашем церковном премьевании, везде должно быть желание душу спасти, увидеть Царствие Божие, пришедшее из силы, сегодня, сейчас, в этой жизни, и внести свой крест, и быть причастным к Христу. Это наша честь, радость, слава, и вот, возможность, будучи чадами Святой Церкви и носящей имя и надлежность Христос. Спасибо вас, Господь, с праздником Христа и с воскресным днем. И запомните это чтение, запомните этот образ, вот, вот этой доброй язычницы, которой вера была показана апостолом, как пример того, что будет с язычниками, то есть с теми нашими предками, которые пришли. «Не во Израиле я нашел такой веры». Говорит, спасите другого, если ищу.